В рамках летней оздоровительной кампании в Славянском районе второй год подряд проводится выездная творческая акция «В гости к соседу». Артисты сельских домов культуры для ребят других поселений проводят всевозможные развлекательные мероприятия, начиная от кукольных театров и заканчивая конкурсами и дискотеками. На одном из таких представлений побывала и наша съемочная группа. В Петровское сельское поселение приехали дети из станицы Анастасиевской. Ребят петровчане встречали как дорогих гостей – казачьими песнями и хлебом с солью. Мы рады приветствовать вас на нашем празднике. Сегодня мы гостей из станицы Анастасиевской встречаем песнями и хлебом с солью их принимаем. Участников акции поприветствовал глава Петровского сельского поселения Владимир Михайленко. Он пожелал, чтобы такие поездки проходили чаще, ведь благодаря им ребята знакомятся с историей своего района, находят новых друзей. Хочу напомнить, что две станицы – станица Петровска и Анастасиевская – это станицы побратимы, потому что и по количеству людей, и по инфраструктуре мы примерно одинаковые. Поэтому вот эти визиты, они, конечно же, дают пользу и деткам нашим, и взрослым. Взрослые соревнуются в социально-экономическом развитии, детки познают свой район. Поэтому я думаю, что сегодняшняя акция, которая пройдет на Петровской земле, она пройдет интересно. Ребята пообщаются с нашими детками, возьмут какие-то частицы истории станицы Петровской. Под громкие аплодисменты гости прошли в зал Сельского дома культуры. Для них с концертными номерами выступили два народных коллектива – Приазовье и Рушничок. Артисты исполняли только казачьи песни, благодаря которым ребята смогли глубже окунуться в культуру казаков, проникнуться их самобытностью. «Ты, товарищ, полновидин, отпусти и готова. Будь наскучила, боль наскучила, не бояться снова». В любой песне отражается душа народа, и казачьи песни – не исключение. В них поется о казачьей удали, верности родине, красоте Кубани. Есть лиричные, а есть и веселые, под которые ноги так и просятся в пляс. По окончании концерта для гостей из станицы Анастасиевской была проведена экскурсия по музею. Вот она какая – сторона родная. Дети узнали об истории станицы Петровской, о подвигах петровчан в годы Великой Отечественной войны, а также о том, чем Анастасиевская и Петровская похожи, и почему их можно назвать поселениями-побратимами. Оказывается, наша станица начиналась именно оттуда, с ваших земель. И нас она была в честь Петровского поста, который расположен ближе к вам, чем к нам. А имя Петр обозначает «твёрдый каткан». Поэтому нам, петровчанам, всю жизнь приходится доказать, что мы такие твёрдые, сильные и упорные. После экскурсии по музею для участников акции была подготовлена интересная игровая программа. Ребята участвовали в спортивных состязаниях. На счёт четыре мы скачем. Один, два, три, четыре. Поехали! А также участвовали во всевозможных творческих конкурсах и викторинах. Все они, так или иначе, были посвящены казачеству. Например, в одном из заданий ребятам предлагалось перевести устаревшее слово, которое было в обиходе кубанцев, а сейчас практически не используется, на современный язык. Этот конкурс для ребят оказался не из простых. Крыльца. Крыльцо? Нет, не крыльцо. Взрослые, подсказывайте своим деткам. Что такое? Крыльница. Водичка глубоко-глубоко. Раньше старину доставали. Когонец. Гостям из Анастасиевской радушия петровчан очень понравилось. Каждый из участников акции увезёт отсюда яркие воспоминания о путешествии в другое поселение. Станица Петровская встретила нас, анастасиевцев, очень тепло, радужно, хлебом и солью, замечательной кубанской песней. Затем мы послушали прекрасное исполнение фольклорных коллективов. Наши детки познакомились с творчеством, с традиционным творчеством, которое очень важно хранить, которое очень важно им уметь донести. Дети слушали с удовольствием. Мы приехали в Станицу Петровскую. Здесь мы побывали в музее. Сейчас идут весёлые старты. Тут очень весело. Больше всего мне понравилось, когда нас встречали хлебом и солью, и я поняла, что мы долгожданные гости. На прощание всем участникам встречи были сказаны слова о том, что необходимо дружить между собой, жителям из разных поселений. Не зря пословица гласит, «Коле дружба велика, будет Родина крепка». Анна Монастыренко, Игорь Иванчиков, программа «События».